Как же давно я не снимала распаковки, аж соскучилась, вот честно. Всем привет, вы на канале Ева Черевичка, меня зовут Ева, и сегодня у нас с вами будет небольшая, а может быть и большая, распаковка с Wildberries. Заказала кучу разных товаров для того, чтобы поднять себе настроение для весны. Чтобы вы понимали, кстати, у меня сейчас за окном дождь, идёт, и я надеюсь, вы его не сильно слышите, ну вот да. Какую-то косметику, какую-то одежду, товары для дома. Всё распакую, протестирую, так что давайте начинать. Весна сейчас не особо балует своим теплом, но я подумала, что всё-таки в дальнейшем будут же солнечные деньки, хотя бы у меня в душе. И заказала лёгкую белую платье-рубашку. Сейчас ещё последние звонки пойдут, я думаю, это точно будет полезно. А небольшое заужение на талии в виде корсета отлично подчёркивает и очерчивает, знаете, фигуру. Манжеты выполнены очень аккуратно, на них две пуговки беленьких прям под цвет, сам рукав в виде фонарика, но не с перебором, это важно. У меня размер 42, но он отлично мне подошёл, на самом деле я бы хотела заказать 44, но там не было его, я заказала 42, и он мне правда хорошо подошёл, я даже в шоке. Действительно, нигде не пережимает, всё очень хорошо сидит. В жизни оно прям намного лучше выглядит, чем на карточке товара. По длине просто идеально. Ткань очень приятная к телу, мягкая, но в то же время держит форму. Смотрите, как не просвечивает ткань, то есть у меня чёрная сейчас кофта под плотином. Смотрите, её вообще не видно. Буду носить с удовольствием. Дальше просто must have на какую-то линейку, последний звонок или просто официальную встречу. И вообще это то, что я хотела очень давно, это чёрная рубашка, но не простая, а с корсетом и завязками, чтобы этот корсет немножечко заузить. Здесь составит 95% хлопка, это прям чувствуется очень приятная ткань. У меня размер 44, но он идеально сел, на самом деле у меня не самая маленькая грудь, поэтому я думала, что мне и этот будет размер мал, но нет, всё хорошо, всё отлично. Но этот корсет, девочки, я не могу, он реально уменьшил мою талию, без шуток сейчас. Это как раз-таки за счёт вот этого V-образного выреза внизу подчёркивает бюстик, прям как я люблю, но без вульгарщины, а вот прям как надо. И когда я её увидела, я прям поняла, что мне нужен именно чёрный цвет, так как там был ещё белый, я прям думала, блин, белый, чёрный. Но чёрный, всё-таки, знаете, он прям стильненько выглядит. Я уже представила образ с джинсиками или с какими-нибудь брючками, так что жаль, что я оканчиваю учёбу в этом году, потому что такие образы пропадают. Но ничего, я всегда найду, куда нарядно одеться, это не проблема. Короче, советую. Мне кажется, сейчас ничего-то не хватает на шею, поэтому исправляем ситуацию вот такой вот милой подвеской. Небольшая записочка с благодарностью от магазинчика, всегда приветствуется. Кстати, уже могу отметить очень милый мешочек такого красивого цвета, подвеска с жемчужинами и с бусинами золотистыми между каждой белой жемчужинкой, ну, жемчужинкой, понятно, какой. Вот такой вот кулончик, по которому нужно, знаете, вот так вот ключик протиснуть, вот из этого колечка и застегнётся жерелье, точнее, как это, подвеска. Сердечко, кстати, обрамлено по форме брюликами. Я не могу немного понять это в тему, у меня сейчас оно здесь или не очень как-то. Ну, ладно, оставлю, в любом случае, выглядит неплохо, очень лёгкая по себе сама. Стоила около 200 рублей, я думаю, вполне себе нормально за такую стоимость. Но мы сейчас даже сможем повыбирать, какую подвеску оставить, потому что у меня есть вторая. Здесь уже упаковано просто вот такой пакетик, помимо самого украшения идёт, спасибо за заказ. Ой, это наклеечка с розочками, смотрите, как прикольненько, красивая наклеечка, прям, как будто бы, она как будто бы с дорамой, и тут какой-то волос чужой. Мне любят подкидывать волосы, я вот прям заметила это, прям какой-то фетиш. Видимо, кто мне складывает посылки, посыба. Не спасибо. Здесь обычный карабинчик, вот так вот выглядит сама подвеска. Тоже жемчужинки такие, между ними какие-то ещё бисеринки. Красиво. Конечно же, висючка, главное, это бальтик розовый, красиво, красиво. Ну и как больше, что подходит, что убираем, что оставляем. Может быть, всё оставим, как бы, можно и так... Нет, ну, ладно, нет, всё оставить я не буду. Ладно, давайте уберём всё-таки розовую, как будто бы она немножко мне и в тему. Блин, какой товар я покажу следующим? Вообще непонятно, вообще. В общем, да, это называется диадема, я её покупала для фотосессии. И знаете что? Я её взяла на фотосессию, но я даже не сфотографировалась с этой диадемой, хотя я специально её для этого и покупала, потому что в жизни она очень неудобная. Ну, в жизни я так в целом ходить-то и не собиралась, но она очень неудобная. Она прям, знаете, стягивает голову. И вот эти вот железяки, которые здесь есть, вот эти зубчики, они прям впиваются в голову. И, короче, это вообще неудобно и непрактично. Но сама диадема выполнена очень качественно. Здесь вот такие вот брюлики. Мне очень нравится, как она выглядит. Прям очень аккуратно, ну правда. Если кому-то нужно на какие-то тоже, возможно, фотосессии, возможно, каких-то образов, мало ли вдруг что. Я её, честно, не могу советовать, но она, правда, очень хорошо выглядит. Выполнена из железа, очень плотного такого, несгибаемого. Даже вот то, что тут разгибается, оно обратно становится в свою форму. И вообще никак, ну ничего, невозможно сделать, чтобы её размер как-то увеличить, может быть. Нет, вот просто нет. Она, если что, для взрослых. Она не для детей. Поэтому странно, что она вот такая, какая она есть. Далее идёт милая кофточка, которую, я думаю, много кто видел на просторах Валбриса. Это такая кофточка двухслойная. Она, о боже, я только что её взяла в руки и уже вижу, какая ткань здесь странная. Она такая тянущаяся. Причём и у первой, и у второй кофточки. То есть они сделаны из одной ткани. Из такого эластичного рубчика. Меня немного отвлекли и позвонили. Если что, то тут в составе нету процентного соотношения. Ну, полиэстер и эластан. Ну, это я и сама поняла, наверное. Можно было додуматься. Это размер S. Ну, просто посмотрите, насколько она растягивается. Я думаю, что это какой-то one size. Также здесь присутствуют чёрные пуговки, которые застёгивают эту кофточку. А снизу пришита такая чёрная полосочка. Вот это как раз-таки имитирующее, что есть какая-то вторая кофточка под первой кофточкой. И она как раз-таки вот здесь вот пришита. Она стоила 2000 рублей. Как будто бы это много. Но я понимаю, что это перезакуп с Алика. Но окей. Топ нужных покупок. Вот что вы можете подумать. Это такое вообще. Это пластмассовая расчёска. Просто не представляете, насколько здесь дешёвый пластик. Он такой, он прям пустой на звук. Ой, он пустой в целом. Стоил около 100 рублей. Я просто решила его, что, знаете, может быть, это будет удобно вот так вот взять с собой и причесываться. Или, может быть, даже делать какие-то плюс-минус укладки, где нужна будет вот такая штука. Но она будет в любом случае компактна. Шапоголизм — это плохо. А ещё здесь есть какая-то железяка, которая крутится, но непонятно для чего. Если вы знаете для чего, напишите в комментариях, пожалуйста. Сейчас самое время увлажнить губы странными всякими прибабахами, которые я нашла на Валберите. Это три бочонка бальзама для губ в виде баночек с мёдом. Давайте откроем, посмотрим. Итак, первый бочонок фиолетовый. И у него розовая вот такая лопаточка в виде лопаточки для мёда. Я не знаю, как эта штука называется. Если вы тоже знаете, напишите обязательно в комментариях. Ладно, можно я попробую на пальце, потому что... Ой, цвет до безумия странный. Кстати, пахнет ничем, я вижу так... Я так понимаю, здесь сэкономили на отдушке. Нанесу на губы. Окей. Экосистенция помады не липкая, что плюс, конечно же. Ладно, я уже передумала. Мне цвет нравится, красивый. Его, конечно, нужно аккуратно накрасить. И, если честно, вот эта штука это сделать невозможно. Вот как бы я ни хотела. Следующий бочонок сам открылся. И в нём уже какой-то такой розовый прикольный цвет. Мне в целом он нравится. Он приятный хотя бы. Последний бочоночек. Он какой-то более красный и непонятный. Ну, давайте тоже просмотрим. Вообще красиво выглядит. Консистенция очень такая лаковая, как будто бы... И она не липкая. Это очень классно на самом деле. Больше на румяна такой цвет люблю наносить. Всё-таки сотру. Это не тинт, потому что он не оставил никакого отпечатка, ничего. Его спокойно можно наносить. Не бояться, что он не сотрётся никогда. Не до бальзама, не до помада для губ в виде... Этого. Это странно, но это стоило недорого. Поэтому, ну, ладно. Как игрушка, чтобы поразвлекаться, почему бы и нет. Не заканчиваем тему губ. И у меня это бальзам от It My. Уже что-то более понятное для меня. Это не просто бальзам для губ, который увлажняет губы. Он даже имеет какой-то оттенок. Оттенок называется клубнично-банановый смуни. У меня, кстати, никогда не было гигиенички от It My. И всегда было интересно, что же они, какие же. Вообще, я много слышала негативных отзывов от них. Типа, они сушат губы, не увлажняют. Но, не знаю, давайте посмотрим. Вот такой розовый. Прикольный, красивый, на самом деле. Пахнет точь-в-точь, как жвачка клубника-банан. Такой тающий немножко. Прикольно, мне кажется, он хорошо увлажняет. Он и на вкус очень сладкий. Он прям вкусный. Ну, а это, ребята, то самое. Вы сейчас всё поймёте. Это плойка Луни. Это не реклама. Мне, действительно, она очень понравилась. Я её попробовала у Ксюши, у моей подруги. И, кстати, вчера я ей пользовалась. Вы, кстати, можете видеть даже вот последствия вчерашнего укладки. Она выглядит вполне себе очень даже красиво. Это держится на моих глазах, на которых кератин. Конечно, он уже подсмывшийся, кератин. Но всё ещё кератин. Я её поспользовалась. Вчера я заказала, а сегодня она мне уже пришла. Я её не проверяла в пульте выдачи. Просто хотела именно сделать это на камеру. Но, надеюсь, она рабочая. Сколько же всяких видео я видела про эту малышку. Боже, какая красота. Она, правда, очень красивая. Вот этот розовый цвет просто невероятный. Правда, роскошно. Но помимо плойки в наборе есть ещё и... Да что вы, вот эта расчёска? Может быть, вот эта расчёска? Ничего. Ладно, здесь хотя бы есть пробор. А, наверное, это, кстати, для пробора. Всё, можете мне не писать в комментариях. Я поняла, что эта штука наверняка для пробора. У нас действительно получается. Кстати, мне пробор бы не помешало бы исправить. И также здесь в комплекте три вот таких вот заколочки, чтобы удобно, видимо, фиксировать волосы. Классно. Вообще, очень красивый цвет. По функционалу здесь нажимаешь на кнопочку и она разогревается до температуры либо 170, либо 190, либо 210 градусов. Ну а дальше, когда она разогрелась, мы можем нажать на кнопочку либо влево, либо вправо. И в такую сторону и будут, собственно говоря, крутиться ваши локоны. Я цепляю локон вот в эти зубчики, чтобы они точно закрутились. Так вот она крутится. Ждём. Давайте смотреть. Вы тоже это видите? Я взяла довольно большой, кстати, локон, как вы можете заметить. Круто? Мне кажется, очень. Сейчас я её выключу и больше не буду ничего крутить, потому что это затянется на очень долго. Кстати, знаю, что делают на эту штуку поделки, которая там дешевле намного. И вот они действительно недолгодичные. Про эту штуку я не знаю. Ещё одна покупка одежды на весну. Это юбка. Трайя обычная, школьная. Это размер S. И я очень боялась, что он мне не подойдёт. Но он мне подошёл. Что по фасону? Обычная, знаете, теннисная юбка из плотной, но в то же время лёгкой ткани. Я думаю, здесь какой-то хлопок сейчас. А, нет, это, кстати, не из магазина твоё, это из магазина BeFree. Здесь стопроцентный хлопок. Это да, это прям чувствуется, потому что, ну, прям ткань плотная, ткань дышит. Здесь сбоку есть замочек небольшой. Ну, не очень выглядит надёжно этот замочек. Я думаю, он может сломаться. Ещё есть крепление для ремня. Тоже очень удобно. Вдруг кому-то нужен ремень на эту юбку. Ещё, мне кажется, она очень быстро мнётся. А ещё у меня она пришла с каким-то пятном. Это не я. Ну, и на такую паспурную, как сейчас погоду, я приобрела себе свитер. У меня такой подобный есть, но он более плотный. А это так, как сейчас всё-таки весна, то он немножечко потоньше. И вообще у нас из другого магазина. Составы здесь 80% акрил и 20% шерсть. Но имеет красивый графитовый оттенок. Манжеты здесь не зауженные, а просто идут таким вот одним кроем, одной линией. Королевина выглядит вот так. Это самый обычный basic свитер. Кстати, недавно купила доску, тоже, кстати, на Валбрисе, но не о ней речь, а речь о том, что я хотела её как-то оформлять. Доска обычная, хорошая, даже не знаю, что про неё сказать. Тоже ссылочку всё равно оставлю. Чтобы её как-то оформить, тоже как в Пинтересте, нашим всеми любимым. Спросила в своём Телеграме, у вас ссылки, вы мне дали. И там девочка предложила сразу три ссылки, я сразу все их и заказала. То, что мне очень понравилось, что она предложила. И здесь у нас, это называется правильно, мудпак. Две упаковки, это вроде одного даже продавца, просто с разными стилями. Первый это будет мудпак white. Здесь 26 штучек и постеров различных, различных размеров. Вот такое что-то, вот такое, кстати, прикольно. В общем, всякие эстетик, вайбы присутствуют. Такие вот наклеечки, кстати. Классно, мне нравятся, красиво. Такие наборы стоят около 300 рублей. Следующий это какой-то, знаете, такой более вилав. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Такие маленькие есть. Такие всякие записочки. Я, понятно, все показывают просто их. Ой, ну их правда много. У всех разная текстура. Здесь обычная глянцевая карточка, а здесь вот матовая. Очень приятная, тактильная. Так что, как оформлю свою доску, обязательно скину все в телеграм-канале. Все, да, сможете увидеть. Если захотите, то переходите. А еще, кстати, не забываем про лайк на это видео. Вдруг, ну мало ли, забыли. И последнее, это бомбочка, которая светится в темноте. Да, окей, такие тоже существуют. Прикольно. Ой, ну презентация просто на высшем уровне. Ровно такой, знаете, шарик белый обычный. Пахнет, кстати, очень приятно каким-то рожком, что ли, или хлопком. Ну, как-то так. Распаковка, если вам она понравилась, то я очень прошу, поставьте лайк. Так вы мне поможете. И сделайте для меня огромное дело. И за это вам безумно-безумно буду благодарна. Если вам понравились мои распаковки, и вы ждете следующих, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Вообще пишите все, что хотите в комментариях. Все артикулы, ссылочки, все оставлю в описании. Тоже смотрите. И всех очень люблю. Всем спасибо большое за просмотр. Пока!